В американских тюрьмах кризис перенаселения. За решеткой в США сидит более двух миллионов человек. Шефы полиции крупнейших городов собрались в среду в Вашингтоне. Они призвали Конгресс изменить уголовное законодательство. 40 лет назад США объявили войну наркотикам. Эта политика вызвала стремительный рост числа приговоров. Большинство из них, по мнению экспертов, непропорционально жесткие. По федеральному закону первый арест за хранение любого количества марихуаны грозит годом тюрьмы. Продажа 50 граммов каннабиса – 15 лет лишения свободы. За непредумышленное убийство или изнасилование дают гораздо меньше. Руководители полицейских департаментов убеждены, если освободить инспекторов от ловли мелких дилеров, то на серьезные преступления будет больше времени. А те, кому место в нарколечебнице, не сядут за решетку. Ученые доказали, что каннабис облегчает страдания эпилептиков, пожилых людей с глаукомой и больных раковыми заболеваниями, в особенности после химио- и радиотерапии. С другой стороны, есть обоснованное опасение, что полная легализация может привести к росту употребления. Стоит ли разрешить коноплю, как по-вашему? Это же наркотик, а вы пробиваете все легкие наркотики, чтобы легализовать. Так мы можем дойти до бесконечности и до абсурда. Я думаю, наоборот, нужно с этим бороться. Ну, потому что употребление марихуаны и всех продуктов из нее ведет к ужасным погодным последствиям. И я думаю, что всячески ее нужно пресекать. Конечно же, я за, потому что я сам курю. И я за то, чтобы другие курили. Это хорошо для души. Мне не нравятся люди, которые курят наркотики. Мне не нравится, куда все это ведет. Категорически против. Тем более, что наркомания в нашей стране сейчас процветает. Надо молодежь спасать. По мне, это очень радикальный шаг. Легализация марихуаны. Такие вещи свойственны высокоразвитым странам. В плане социально высокоразвитым странам. Давно уже доказано, что марихуана к смерти не приводит. Что алкоголь и сигареты намного хуже, чем марихуана. Лучше это легализовать. И можно будет как-то управлять процессом, чем мы все равно ее имеем. И тот, кто хочет, тот всегда найдет. Если есть медицинские показатели, то я только рада. Например, у больных раком будет доступ к необходимому лекарству. В легализации марихуаны я вижу только положительный эффект. Она все равно существует. Просто ее смогут контролировать на федеральном уровне. А значит, в школе появятся образовательные программы, объясняющие все о марихуане.